Сгодно с планом в учении проходит раз у три года. Это кульминация постоянно проводимой работы по громадянской обороне. Вельми важно отпрацовать усе деяние у экстремальных умовах, особенно на таких стратегично значных предприемствах, как ЗЛИН. Существует основной план, план основных организационных мероприятий. В данном случае на предприятии завода «Литя и Нормали» в ноябре должна быть проведена отработка, качественная отработка этого комплексного плана по защите территории от природного и техногенного характера, аварий, пожаров, будем говорить, работы людей в очагах химического заражения, превоснования каких-то чрезвычайных ситуаций. Сценарий учения у завсёды новый. Головный объём был наближен до реальности. По поведомлённиям синоптиков, ранится и 24-го листопада оранжевый узровень небеспеки. Ветер мостный до 25 метров за секунду. У вынеку шагу на складе пиломатериалов отбылось узгорание электропроводки. После чего распоршался пожар. На предприятии объявлена усеогульная тревога. Первый этап учения – ликвидация надзвычайных ситуаций в мирный час. Кировнисты предприятия повышают при допомозе СМС-поведомлённях. Усе пытания обмерковывают на экстренном посаджении. В этот час выратовальники начинают боротьбу с сгоранием и сразу накироваются до будинка завода управления. Потребуется эвакуация работников с шостого этажа. Задача выполнена поспехово. Далее отпрацовка действий в военный час. Оперативная группа и кировники формирования у громадянской обороны отправляются в бункер. Першочерговые планы обороны работников предприемства и перевод вытворчасти на работу у новых умовах. Тут мы отработали и нанесение бомбовых ударов, и разрешение коммуникаций, и перенос производства с одного разрушенного корпуса в другой. То есть реально то, что может произойти. На предприемство трапила диверсийная группа. Пошкоджены основные коммуникации. Это сценарий опошнего этапа ученев. Ликвидация пожара, отшага химичного поражения, выратывание потерпелых и обновление работы тепловых и водопроводных сеток, где они повинны быть максимально худкими и зладженными. По выниках у всех этапов робится вы снова. Усё произошло поспехово, однако удельники сподяются, что с такими ситуациями придется сутыкаться только на учениях и не коли у реальным жити. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».